Работа школьных музеев по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Такова тема круглого стола, состоявшегося в Общественной палате Ленинградской области. Сегодня в 47-м регионе насчитывается 135 школьных музеев, и 95 из них имеют военно-патриотическую тематику. Школьный музей, мне кажется, это центр патриотической работы, сохранения памяти, потому что именно в школьном музее это вот такой островок, который позволяет проложить тропинку между прошлой историей нашей, между нынешней. Если мы будем помнить прошлое, мы можем смело, наверное, надеяться, что будущее наше будет во всяком случае неплохим. Актуальность прокладывания подобных тропинок в год 75-летия Победы велика как никогда. Сегодня мы говорим о войне другим, более эмоциональным и живым языком, стараясь избегать общепринятых штампов. Каждый может рассказать какую-то историю, связанную с войной. Причем интересно, что рассказывая эту историю, никто не будет говорить о том, что... Никто не будет говорить об этом в тех формулах, к которых мы привыкли в советское время. На заседании особое внимание было уделено взаимодействию школьных музеев с учеными и историками. Особенно важной в этом направлении является экспертная деятельность. В школьных музеях зачастую встречаются экспонаты, требующие научного анализа и осмысления. Особую ценность представляют военные письма, которые зачастую бережно хранятся в любом семейном архиве. Основное отличие на школьных музеях это то, что каждый школьник может принять активное участие в его формировании. Это главная задача любого музея, дать соприкоснуться не только мыслями, а через прикосновение, через вдумчивое погружение. Бережно сохраняя воспоминания о войне в школьных музеях и передавая их следующим поколениям, мы словно заново создаем нерукотворный памятник тем, кто дал возможность нам жить сегодня. И в этом смысле на каждом из нас лежит высочайшая ответственность.